МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Алматы. Я, Рамина Макаримова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях этого дня. Но сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Ударом в гон к Вастане официально открыли МФЦА. На историческом событии побывал Анвар Шаликенов. Езда по-новому. Еще 8 улиц в Алматы станут односторонними. 20-летие Астаны и Новоселье. Местные жители получили ключи от долгожданных квартир. Все подробности в материале Кирка Неболоцкой. Незаменимые помощники. Сервис онлайн-сурдоперевод облегчает жизнь слабослышащих. Какой сюрприз для алматинцев в ближайшие дни готовит британский художник, узнавала Айбану Анарбаева. В столице сегодня открылся международный финансовый центр «Астана». Событие, которого ждали три года. Именно столько прошло с первого упоминания идеи его создания. Таков был ответ президента на новые глобальные вызовы. В чем же заключается функция МФЦА и что думают о его работе зарубежные эксперты? Расскажет Анвар Шаликенов. С легкой руки президента произошло это историческое событие. Открытие МФЦА состоялось под аккомпанемент Гонга. Идею создания центра Нурсултан Назарбаев действительно озвучил еще в 2015-м. Финансовые тучи над планетой сгущаются периодически. И вот глава государства посчитал, что именно МФЦА станет ответом на все эти вызовы. Казахстанская модель Международного финансового центра «Астаны» воплотила в себя самую лучшую практику деятельности мировых финансовых структур. Центр будет работать как с нерезидентами, так и с резидентами Республики Казахстан. Участники МФЦА получат доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. В МФЦА будут говорить на английском. Это официальный язык центра, его правовой статус закреплен конституционным законом. И еще, что касается права, сегодня же стали известны именно судьи этой организации. Это 9 экспертов из Англии и Уэльса. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютные визовы и трудовые режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Независимый суд, Международный арбитражный центр гарантирует справедливость и защиту прав сторон. Так на чем же сфокусируется МФЦА? Попробую пояснить простым языком. Разумеется, с помощью экспертов. Именно на базе центра Астана будут тестироваться новые финтехпродукты. Заработает полноценная биржа. Здесь же будут решаться вопросы приватизации госкомпаний. Развитие Международного финансового центра Астаны играет важную роль в реализации общих реформ страны. Центр поспособствует направлению отечественных и иностранных инвестиций, стимулированию роста, восстановит новые стандарты корпоративного управления, передаст опыт. Также центр будет играть важнейшую роль в приватизации крупных первоклассных компаний, что является одной из ключевых задач в стране. Также одним из направлений деятельности МФЦА станет разработка полной линейки исламского финансирования. Причем договоренности уже имеются и Астана бесспорно станет флагманом этой сферы. У нас совместно с Исламским банком развития, вот в рамках как раз нашей конференции, было подписано соглашение о предоставлении гранта со стороны группы Исламского банка развития, где будет полностью прописана вся экосистема. То есть это не только предоставление банковских институтов, но и страховых такафов. И вот это все законодательство будет подготовлено до первого сентября этого года. Рассказал Кирилл Бетов и о первых инвестициях. Вложиться в суперпроект решил фонд «Шелкового пути», а именно поддержать инфраструктурные проекты на общую сумму в 2 миллиарда долларов. У нас сегодня к шанхайской фондовой бирже также прибавились новые акционеры. У нас среди акционеров появился фонд «Шелкового пути». Это крупнейшая организация, которая занимается реализацией инициативы «Один пояс, один путь» с капитализацией 40 миллиардов долларов. Вот сегодня мы еще раз послушали, что есть подтверждение инвестировать в Казахстан около 2 миллиардов в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Кстати, на площадке Международного финансового центра «Астана» уже зарегистрировались более 55 компаний. До конца года их будет 100. К 2020 году цифра вырастет до 500. Уже сегодня президент призвал иностранных инвесторов и отечественных бизнесменов воспользоваться услугами Международного финансового центра «Астана». Анвар Шаликенов, Нурлан Утиген, Ирсултан Кузбагаров и Бодагузская-Эрбекова. Телеканал «Алматы» при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана «Астана». В Алматы сегодня чествовали тех, кто внес особый вклад в становление и развитие «Астаны». Юбилейные медали, посвященные 20-летию столицы, вручил Аким города Бауржан-Байбек. «Астану» глава мегаполиса назвал символом единения и сплоченности казахстанцев. В торжественной церемонии приняла участие и моя коллега Алтнышаш Смогулова. В этом полном зале сегодня царит по-особенному теплая атмосфера. Как будто бы после сдачи важного и главного экзамена. Он был трудным, запоминающимся, но самое главное – успешным. И 20-летие столицы для всех нас – это не просто круглая дата. Это общая победа и показатель совместных достижений. «Астана – символ нашей независимости, жемчужина Евразии. Яркое свидетельство мудрости и дальновидности нашего президента. Как сказал Ельбасе, «Астана – это вдохновляющий символ единения, сплоченности, веры в собственные силы, невероятных возможностей нашего народа». И, наверное, не каждому дано было и в современной истории. Мы единственная страна, которая новый город, новую столицу возвела посередине пустыни. И это огромная гордость. То есть это говорит, если в нашей стране будет единство, согласие, сплоченность, нет вершин, которые мы не можем вместе взять». Особенной торжественности, конечно же, придало награждение. Юбилейными медалями по указу президента были отмечены свыше 270 алматинцев. Это те, кто своим трудом внёс особую лепту в становление столицы. Работники абсолютно разных сфер – учителя, строители, деятели культуры, спорта и науки. И те, кто стоял у самых истоков этого исторического решения. «Я хорошо помню это время. Мы тогда не знали, что будет дальше, но верили президенту. И сегодня можно с уверенностью сказать, что решение было правильным. Ведь больших достижений достигла не только столица. Алматы также получил новый импульс для развития». Делились награждённые своими воспоминаниями. Как тогда безоговорочно доверились решению президента, который поставил на карту всё. Ехали в провинциальный город встроить и воплощать общую мечту. Жили в общежитиях, работали в переоборудованных помещениях. И вот спустя 20 лет те самые герои уверяют, что всё было сделано не зря. «Я как спортсмен много путешествовал, видел много городов. Но наша Астана, могу с уверенностью сказать, ничем не уступает главным городам мира. И за это тысячи благодарностей президенту, что он вместе с народом 20 лет назад принял правильное решение о переносе столицы. Особенно радует, что в Астане строится много спортивных объектов. Ведь это всё для нашей молодёжи, чтобы занимались спортом, стали олимпийскими чемпионами и прославляли нашу страну». Астану сейчас называют сердцем Евразии. Её необычная архитектура поражает воображение. Этому главному городу страны сейчас посвящают стихи и песни. Президентом Елбасыма рахмет. За два десятилетия Астана стала главным брендом страны. Столица вдохновляет и дарит веру в то, что даже невозможное возможно. Награды из рук Акима сегодня получили и врачи. Глава мегаполиса Бауржан Байбек посетил 4-ю клиническую больницу. В беседе с врачами Аким особо подчеркнул успешное развитие региональной медицины. Только за последние пару лет финансирование сферы увеличилось в пять раз. Сегодня это 95 миллиардов тенге. Именно Алматы лидирует и по числу долгожителей. Средний возраст наших аксакалов 76 лет. Алматинский онкологический центр открылся на базе 4-й клинической больницы. И тут есть чем удивить и похвастать. Но опережая медиков, первую оценку дали сами пациенты. Этот мужчина, например, приехал из Шумкента. Перенёс операцию по полной замене коленного сустава. Мешательство удалось провести благодаря единому порталу. Сбрюк, адрес. Сбрюк, адрес. Акиму города врачи 4-й клинической больницы презентовали портативный интерактивный проектор LED-экран, внедрённый в рамках цифровизации. Реформирована работа приёмного отделения. Она теперь соответствует мировым стандартам и больше напоминает приёмный покой из американских фильмов. Плюсов множество. В едином поле размещаются все клинические специалисты. Внедрена сортировка пациентов с применением браслета. Сегодня же Боржон Байбек поздравил медиков с 20-летием Астаны и вручил им награды. В последнее время наши пациенты стали более ответственными. Если пару лет назад люди обращались поздно, когда болезнь уже сильно развилась, то сейчас казахстанцы осознанно относятся к своему здоровью, особенно касательно онкозаболеваний. Проходят скрининг вовремя. Это позволяет врачам своевременно оказывать жизненно необходимую помощь. В Алматы трудятся более 25 тысяч врачей. За последние пару лет увеличилось финансирование учреждений на 60%. То сегодня составляет 95 миллиардов тенге. Также мегаполис может похвастать первым местом по стране в рейтинге долгожителей. Жанна Хаблухабар, Канад Кигизбаев, телеканал Алматы. Музей музыкальных инструментов имени Ихласа стал в буквальном смысле ярче. Здание с почти 40-летней историей преобразилось благодаря современной подсветке. В музее хранятся свыше тысячи экспонатов из 34 стран мира. Работают семь экспозиционных залов. В Алматы продолжаются реконструкции и обновления зданий, имеющих особое историческое и культурное значение. Сегодня преобразился музей имени Ихласа. Я хотел бы поздравить сотрудников еще и с тем, что буквально накануне в Астане наш музей занял второе место в республиканском конкурсе. Новая подсветка украшает теперь и здание филармонии имени Жамбыла. Памятник Бауржану Мамушулы, а также мемориал славы в парке 28 героев панфиловцев и цирк. Ранее в Алматы таким образом обновили свыше 120 архитектурных объектов. Все работы проводятся за счет меценатов. Вы смотрите новости на телеканале Алматы. Продолжаем выпуск. Еще 8 улиц в Алматы станут односторонними. Видоизмененная схема вводится с 5 августа. Предлагаю взглянуть на карту и разузнать, где же внедряются новшества. Итак, одностороннее движение вводится по улице Макатаева от Колдаякова до Муканова, по Гоголя от Ауэзова до Колдаякова, по Бугенбай-Батыра от Колдаякова до Масанчи, по Кабанбай-Батыра от Масанчи до Колдаякова, по улице Карасай-Батыра в западном направлении от Масанчи до Розубакиева, по Жамбыла от Розубакиева до Масанчи, по Мурадбаева от Раймбека до Шевченко, и, наконец, по улице Шарипова от Абая до Макатаева в северном направлении. Такое новшество снизит аварийность и нагрузку на основные магистральные улицы. Пропускная способность, по прогнозам, вырастет за счет увеличения средней скорости на 12 км в час. А время в пути сократится в среднем на 17%. При этом на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай-Батыра заработает полоса для общественного транспорта. Новая схема движения, напомню, вводится с 5 августа. 12-метровая белка вскоре украсит площадь перед атакентом в Алматы. Огромную скульптуру автор проекта, британский мастер Алекс Ринцлер, намерен презентовать буквально через пару дней. За процессом создания уникального арт-объекта наблюдала моя коллега Айбану Анарбаева. На первый взгляд эти кучие соломы и камыша ничего интересного не представляют. Мало кто может догадаться, что на территории бывшего трамвайного депо известный британский художник создает очередной шедевр. Помогает ему коллега из Южноафриканской республики. Когда скульптура будет закончена, она будет весить около 12 тонн и высотой 12 метров. Металла было использовано примерно 7 тонн, соломы около 3 тонн и столько же древесины. Авторская работа Алекса Ринцлера – это один из 15 арт-проектов, одобренных творческим жюри при городском Акимате. По словам скульптора, алматинская белка – единственная и самая крупная из всех его работ. До этого он создал образы трёх лис, которые находятся в Китае, Великобритании и ЮАР. Белка – такой же житель города. Она обитает здесь больше 100 лет. И у неё точно так же возникают сложности в городской среде. Скульптура готова на 85%. У нас осталось два дня, чтобы завершить работу. Огромная белка высотой с четырёхэтажный дом уже на днях начнёт радовать взоры горожан. Скульптуру перевезут на площадь перед этакентом частями. Автор рассчитывает, что соломенная инсталляция продержится не менее 9 месяцев. Двойной праздник отмечают сотни столичных семей. Помимо дня рождения Астаны, ещё и новоселье. Жильё они получили по госпрограмме «Нур-Лажер». Кира Канеболодская разделила их радость. Аплодисменты, слёзы счастья и улыбки. Таким запомнится сегодняшний день для 328 столичных семей. В канун 20-летия Астаны они получат долгожданные квартиры. Ключи от жилплощади вручил лично Акимгорода Осет и Секешев. 164 квартиры жители получили по госпрограмме «Нур-Лажер». К слову, стоимость одного квадратного метра составила 180 тысяч тенге. В преддверии праздника большая радость для наших очередников. Я всех поздравляю. Пусть в этих домах, пусть в этих квартирах вам будет благополучие, здоровье, счастье вам, вашим близким. С праздником! Асия Матаева стояла в очереди, как льготник. Более 10 лет назад она потеряла единственного кормильца. У женщины трое детей. Ждали квартиру более 8 лет. Теперь у семьи лишь приятные хлопоты. Ремонт и новоселье в кругу близких и родных. Снимала на квартире, жила столько лет. Я по квартирам, как говорится. И сейчас даже столько эмоций у меня. Я даже не могу это все высказать словами. Я счастлива, рада, что в канун преддверия праздника, 20-летие города Астаны, нам предоставляет ключи от квартиры. Качеством светлой и просторной трешки семья осталась довольна. Кира Канеболоцкая, Нурлан Утигенов, телеканал Алматы, Астана. Столичный фестиваль Евразия вошел в топ-35 мировых событий, заявили сегодня авторы проекта. За два десятка лет казахстанский праздник кино заработал авторитет на международной арене. И теперь рвется в список кинофестивалей класса А. Кстати, почетными гостями этого года стали актер Венсан Кассель и режиссер Эмир Кустурица. Кинофестиваль не просто уникальное событие. Это мощный импульс к укреплению национальных ценностей. Наш фестиваль Евразия – ровесник нашей столицы. Мы развиваемся вместе с главным городом страны. Алматинцы с нарушениями слуха могут свободно объясняться на языке жестов в 15 поликлиниках, аэропорту, во всех ционах, управлении занятостей и соцпрограмм, а также в его районных отделах. При помощи сервиса онлайн-сурдоперевод люди получают консультации прямо на местах. Подробности в следующем материале. Раньше инвалидам по слуху приходилось брать с собой сурдопереводчика и приходить с ним за документами или консультацией. Теперь услуги можно получать прямо на месте, без сопроводителей. Мне кажется, это очень удобно для инвалидов по слуху. Нам также удобно. Иногда бывает, что не объяснишь ему доходчиво, а тут он все прекрасно понимает. Консультация идет качественнее, чем, например, я бы рисовала бы или писала бы. Инвалидам по слуху сейчас положено 60 часов бесплатного сурдоперевода в год. Превысил лимит плати из собственного кармана. На визитах в больницу, в банк или к нотариусу приходится экономить. К тому же специалистов жестового языка на всех не хватает. Если взять город Алматы, только официально зарегистрированных инвалидов по слуху насчитывается порядка 2,5 тысяч. А сурдопереводчиков всего 50. И, может быть, по этой причине, к примеру, по итогам 2017 года услугами сурдопереводчиков воспользовалось всего 283 раза. Это получается 12% от общей численности инвалидов города. А новым сервисом на местах пользуются чаще. По всей стране больше 4 тысяч людей со слуховыми нарушениями консультировались на протяжении года почти 200 часов. Большинство сурдопереводчиков работают удаленно. В компании, разработавшей сервис, сейчас работают над искусственным интеллектом, который мог бы заменить их. Перевоз других языков мы сейчас внедряем это. И также проведение конференций с разными языками. Ну и в дальнейшем мы прорабатываем искусственный разум. Где-то к концу 2019 года будет искусственный разум, который на 30% сможет робот заменить сурдопереводчика. Пещеру Кейки-Батыра открыли для экскурсий в Кустанайской области. Несмотря на то, что сакральное место находится далеко от поселений, десятки людей специально приезжают к убежищу народного героя. Следы пребывания человека видны невооруженным взглядом. Стены в этой пещере выложены вручную. На камнях можно увидеть следы от пуль. Здесь, предположительно, в 1919 году оборонялся от натиска красноармейцев знаменитый Кейки-Батыр. Для жителей Аркалыкских степей это место давно стало священным. Вот мы подошли к пещере Кейка-Батыра. Это было его убежище. Оно находится на берегу реки Хараторгай в шести километрах от поселка Щенбер, среди гор. Мы иногда приходим сюда, чтобы прибраться, и организовываем экскурсии для детей. Меткий стрелок, храбрый боец, участник восстания 1916 года. После выступил против советской власти и в одиночку боролся за права бедняков, у которых отбирали последнее. Народ любил Батыра, а большевики и звали его бандитом. Весной 1923 года Кейка-Батыра убили красноармейцы. Для человека, который укрывается и ищет убежище, наверное, это идеальное место. Если здесь посмотреть, сюда ведь невозможно подобраться, как незамеченным. Конечно, я готов поверить, что он здесь мог годами действительно уходить, прятаться от преследователей. И сюда, при том оружии, которое тогда существовало, вряд ли человека можно было здесь достать. Тем более, учитывая, что он был непревзойденным снеппером. А это ружье Кейка-Батыра. Под ним надпись «Преклоняемся перед тобой». Иногда здесь останавливаются странники, чтобы почтить память великого предка. Рашид Ильясов, телеканал Алматы, Кустанайская область. Такими событиями запомнился сегодняшний день. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин